МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Алексей Текслер и народный артист России Денис Мацуев презентовали Челябинский симфонический оркестр. Новый коллектив дебютировал в концертном зале имени Сергея Прокофьева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый коллектив создали в этом году на базе филармонического оркестра «Классика». Речь об этом велась много лет. Идею о создании нового музыкального бренда Южного Урала полностью поддержал глава региона Алексей Текслер. Летом в Челябинске прошел конкурсный отбор. В состав нового симфонического оркестра вошли 62 исполнителя со всей страны. Я очень рад и счастлив, что мы смогли для кого-то, может быть, это громкое слово, мечта, воплотить в реальность. И сегодня наш симфонический оркестр Челябинской области находится здесь, в зале. И я попрошу его еще раз поприветствовать. АПЛОДИСМЕНТЫ Дышать в Челябинской области станет легче. Соглашение о снижении выбросов подпишут со всеми предприятиями-загрязнителями, которые есть в регионе. Пока в программу «Чистый воздух» нацпроект и экология официально входят только Челябинск и Магнитогорск. В двух городах включиться в улучшение качества воздуха должны 16 предприятий. Из 15 из них уже заключили четырехсторонние соглашения. Принципиально важно, чтобы соглашения исполнялись, чтобы заявленный объем снижений был достигнут своевременно и, соответственно, в полном объеме. Никаких других разговоров, переносов и, так сказать, причин быть не должно, я их принимать не буду. Челябинск вместе с Екатеринбургом и Курганом будут претендовать на создание научно-образовательного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука». Об этом губернатор Алексей Текслер заявил на встрече с южноуральским правительством. В марте 2020 года мы будем защищать на федеральном уровне. Только несколько заявок будет одобрено, будет журналист, русская конкуренция среди всех регионов за выделение средств. Центр станет территорией для исследований молодых ученых и разработок. Также на заседании обсудили исполнение и других национальных проектов, в частности, образования. До конца года в Челябинске откроют школу на 1100 мест. Новое учреждение примет учеников, проживающих в микрорайоне Яблочный. Это также снизит количество обучающихся во вторую смену. Автовокзалы Южного Урала проверят на антитеррористическую защищенность. Ревизоры нагрянут в начале следующего года и оценят уязвимость объектов. С предложением выступил начальник МВД по Челябинской области Андрей Сергеев. Предписания и требования транспортной инспекции владельцы автовокзалов выполняют не всегда. На некоторых станциях не работают системы видеонаблюдения, пассажиров и сумки не досматривают с помощью металлоискателей и интроскопов. Губернатор Алексей Текслер идею поддерживает. Собственников автовокзалов нужно обязывать устранять недочеты. Такие проверки надо осуществить. Да, может быть, сделать их выборочными, но в смысле крупнейшими, а потом наработанные, так сказать, алгоритмы тогда распространим уже на все автовокзалы, которые есть. Есть совсем маленькие. У нас, кстати, не везде даже автовокзалы есть, не во всех муниципалитетах, что на самом деле проблема. 16 преподавателей и юных спасателей получили награды от губернатора Алексея Текслера. Южноуральские спортсмены стали призерами на всероссийских соревнованиях среди школ безопасности. Губернатор выручает цветы, дипломы и благодарственные письма педагогам и воспитанникам военно-спортивных клубов. Не забывайте, что ваша главная обязанность сегодняшней и забота – это хорошо учиться и радовать в первую очередь ваших родителей, конечно, наставников, педагогов. Сегодня лучшая оценка для вас – это похвала именно за вашу учебу. Во время торжественной церемонии на юную театралку нахлынули воспоминания, и школьница, не сдержав восторга, обнимает главу региона. Ну, я любитель обнимашек. Папу всегда прихожу с работы, если плохое настроение, всегда обнимаю, поддерживаю всех. Эмоциональный порыв юной театралки вызвал на лице Алексея Текслера искреннюю улыбку. Было понятно, неожиданные обнимашки губернатору понравились.